Тысячи тяжело больных детей Казахстана нуждаются в дорогостоящих препаратах. Кто помогает пациентам с орфанными заболеваниями? Трансплантация как шанс выжить. Почему казахстанцы по-прежнему не готовы жертвовать свои органы, даже после смерти? Из процедурного кабинета прямо в суд. Казахстанцы все чаще становятся жертвами псевдокосметологов и горе-хирургов. Результат халатности – потерянное здоровье. Возможно ли возместить моральный и материальный ущерб? Два года почти 400 пациентов с орфанными заболеваниями получили дорогостоящие препараты. 300 из них – дети, страдающие редкими генетическими патологиями. При этом стоимость одного лекарства может достигать миллиарда тенге. Официальный общественный фонд «Казахстан-Халкана» продолжает финансирование благотворительных проектов. Подробнее о темпах лечения редких заболеваний в сюжете «Тамирис Белял». За свои 10 лет Нару Мухаммед Дускали прошел десятки терапий. В 8 месяцев мальчику диагностировали вырожденную патологию – ахондроплазию. Сейчас физическую форму он поддерживает в местном реабилитационном центре. В поисках лечения и консультации специалистов семья уезжала в другие города. В прошлом году в жизни мальчика произошли кардинальные перемены. Общественный фонд «Казахстан-Халкана» приобрел дорогостоящий препарат. С помощью него Нару Мухаммед вырос почти на 7 сантиметров. Мы начали сдавать анализы с 8 месяцев. Сказали, что это генетическая патология. Находились на лечении в Алматы, Астане. Окончательно диагноз подтвердили в 9 месяцев. Каждые 6 месяцев мы проходим обследование. У меня много кружков, дом, вокал. У меня все. У меня нет вообще свободного дня. Сегодня день Нару Мухаммеда буквально расписан по часам. Мальчик занимается вокалом, играет на домбре, посещает уроки английского и ходит в бассейн. В остальное время он проходит постоянные терапии. На данный момент получает лечение по поводу сколиоза. И благодаря работе ЛФК-инструкторов, кинезиологов, массажистов мы будем применять наши навыки для того, чтобы сам позвоночник уже становился ровным. И когда будет ровный позвоночник, он будет правильно влиять на развитие ребенка, на иннервацию, на внутренние органы. В общем, общий баланс организма будет восстановлен. И такая история не единственная. Тысячи тяжелобольных детей по всей стране нуждаются в дорогостоящих препаратах, часть из которых не зарегистрирована в Казахстане. Раньше многие дети с нейробластомой, с другими редкими заболеваниями, уезжали из Казахстана, вели сборы средств в социальных сетях, находились в зарубежных клиниках для того, чтобы получить там дорогостоящую лекарственную терапию. То есть сейчас фонд «Казахстан-Халкна» приобретает эти препараты. Есть также препараты, стоимость которых достигается за один флакон 500 миллионов. Есть такие препараты, которые необходимо каждый день применять. Лечение орфанных заболеваний необходимо начинать с младенчества. Сегодня фонд «Казахстан-Халкна» обеспечил лекарственными препаратами 297 детей. Пациенты будут находиться на балансе организации в этом году. А вот шанс на новую жизнь в новогоднюю ночь получили 9 казахстанцев. Им пересадили органы посмертных доноров. Между тем, в отечественной трансплантологии 85% операций проводятся только благодаря прижизненным донорам. Пациентам из листа ожиданий помогают в основном члены семьи. И наша коллега Бутагос Базарбаева прямо сейчас расскажет подробнее. Этого дня Айжан Кударова ждала почти 7 лет. Столько она на гемодиализе. Все эти годы, три дня в неделю, по несколько часов она проводила прикованные к аппарату искусственной почки. Женщина прилетела в Национальный научный онкоцентр 31 декабря. Операцию по пересадке почки ей провели в тот же день. Филолог с большим стажем. После восстановления она планирует вернуться на работу. Меня весь реанимационный персонал поздравил с Новым годом. Наверное, в 12 часов сказали, что везучий на Новый год самый лучший подарок. Уже действует функция организма, функция почек. Это на себя чувствую. Отеки ушли. Тяжесть медленно исчезает. Сегодня казахстанские врачи проводят пересадку печени, сердца, легких и почек. За последние 10 лет проведено почти 2500 таких операций. Но лист ожиданий с каждым годом только растет. Сейчас от трансплантации органов зависят жизнь и здоровье 4000 жителей страны. 3500 из них нужны новые почки. Многие отказываются давать согласие. И с развитием именно трансплантации от посмертного донора у нас в стране именно количество трансплантаций увеличится. Это раз. И во-вторых, количество пациентов уменьшится в листе ожиданий. Учитывая данную ситуацию, именно то, что ежегодно в нашей стране количество пациентов растет. И растет количество пациентов, которые, не дожидаясь, умирают. Именно не дождаться трансплантации, умирают. Стать посмертным донором можно, либо обратившись в поликлинику, либо зарегистрировавшись в свое согласие на портале ЕГОВ. Но казахстанцы не готовы отдавать свои органы после смерти, говорят врачи. Поэтому донорские стационары обращаются за согласием к родственникам умершего. И чаще всего получают отказ. Между тем, один посмертный донор может спасти жизни пяти человек. Путагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Астама, 24КИЗ. И в продолжении темы, мы говорили уже об этом в первом часу. Помимо того, что есть удачные процедуры в медицине, есть также и халатность врачей. Этого никто не отменял. И больше миллиона тенге недавно взыскала пациентка частной клиники после неудачной такой вот лазерной коррекции зрения. Доказывать врачебную халатность и отстаивать свои права жительница Актубе вынуждена была в суде. К слову, количество подобных обращений от граждан растет из года в год. По данным Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли, только в 2023 году казахстанцам помогли вернуть свыше миллиарда тенге. Этот материал у нашей коллеги Гульнары Ермановой. Во время лазерной коррекции зрения жительница Актубе Гульбану Умаровой повредили роговицу на левом глазу. Врач пообещал исправить ошибку и через две недели провести еще одну операцию. Но в назначенный день в клинике процедуру отложили. Мне пришлось уже обратиться в другие клиники, где я установила, что у меня там куда более серьезная диагноз. Но в Казахстане мне сказали, мы не можем взять ответственность за чужую ошибку. Отказали в проведении операции. Посоветовали поехать в Москву, клинику. Я поехала в Москву, где получила заключение полное, что у меня стромальное помутнение роговицы. Это когда делают надрез больше положенного, нервы были задеты, и за счет этого у меня помутнение было. Предстоит еще одна операция, но еще не могут сказать, так как уже роговица очень тонкая, и после всех этих операций не могут сказать, подойдет или нет. Сейчас вижу на 80% одним глазом. В самой клинике, где Гульбану Умаровой провели неудачную лазерную коррекцию, предложили вернуть лишь половину от потраченной на операцию суммы. Ей пришлось обратиться в суд. В первой инстанции иск женщины не поддержали. Совместно с адвокатом пострадавшей потребителя нашего, мы в апелляционном порядке доказали, что была вина клиники, ненадлежащая оказанию медицинских услуг. И судебная коллегия пришла к выводу, что исковые требования нужно удовлетворить, а решение первой инстанции нужно изменить. В настоящее время вышло новое решение суда, где в пользу потребителя были взысканы все ее материальные ущербы, и в том числе компенсированный моральный вред в размере 1 миллион тенге. К слову, казахстанцы стали чаще отстаивать свои права. Об этом свидетельствуют и цифры. Только в прошлом году в Комитет по защите прав потребителей и территориальные департаменты обратились около 50 тысяч человек. Это на 65% больше, чем в 2022. При этом основная часть обращений приходится на сферу ЖКХ, розничную и электронную торговлю, медицинские и туристические услуги, а также на некачественную связь. В результате проведенных мероприятий потребителям возвращено более 1 миллиарда тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 27,2%. В департаментах по защите прав потребителей казахстанцам могут помочь урегулировать спор. А если решить его до суда не удастся, в этом случае специалисты подготовят иск. Между тем в Можилисе готовят новый законопроект, пока он находится в работе парламентариев. И уже в следующем году Арстан заработает приложение «Открытый банкинг», где все казахстанцы смогут открыто переводить все свои переводы с помощью одного приложения в телефоне. Прямо сейчас об этом и о деталях этого приложения расскажет наша коллега. Эта технология, как мы уже озвучили, называется «Открытый банкинг». Сабина, еще раз давайте напомним, о чем это, как этим пользоваться и насколько это качественно для казахстанцев. Назбанк на начальном этапе протестировал мобильные приложения трех банков, которые подключились к специальной платформе, которая позволяет им обмениваться между собой определенной информацией. На начальном этапе банки передали друг другу данные о текущих счетах клиента, но исключительно с его согласия. В пилотном проекте приняли участие больше сотни клиентов. Банки доработали свои мобильные приложения, только после этого смогли предоставить клиентам возможность рассматривать информацию о своих счетах в других банках-участниках. Тестировали приложения на протяжении двух месяцев. По задумке казахстанцы смогут управлять своими финансами и проводить платежи без привязки к определенному мобильному приложению или банковской карте, тем самым облегчая процесс транзакций. На следующем этапе разработчики хотят заполнить приложения информации финансовых организаций по кредитам, депозитам, страхованиям и инвестициям, чтобы клиенты имели возможность сравнить различные продукты и услуги. К системе до следующего года включительно должны подключиться все казахстанские банки, а их больше двадцати. Сейчас, например, сколько у меня счетов, столько у меня банковских приложений. При использовании открытого банкинга я могу использовать только одно приложение, которое удобно лично мне, и могу подтягивать данные с других банковских счетов в одно приложение и пользоваться только им. В будущем это может быть и не банковское приложение, но это уже при развитии продукта. Мы говорим о физических лицах, но мы предполагаем, что будет также развитие до юридических лиц. А теперь наглядно покажем, как будет работать открытый банкинг. Итак, клиенту необходимо зайти в мобильное приложение одного из выбранных им банков, далее пройти биометрическую верификацию личности и СМС-проверку по одноразовому паролю, потом дать согласие на передачу своих данных из других банков. И только после этого в приложении отобразятся все текущие счета, а также детальная информация в виде реквизитов, истории, транзакции по каждому счету. По мнению аналитика Армана Бисимбаева, после внедрения открытого банкинга еще больше казахстанцев могут перейти на безналичный расчет. Это возможность закрепить безналичный расчет. Он на самом деле выгоден государству, потому что безналичный расчет, это прозрачно, это видно. От государства в безналичном расчете не спрячешься. Поэтому его надо закреплять. Государству нужен контроль, и государству выгодно, чтобы люди расплачивали безналичным способом, потому что все видно. Если они захотят иметь доступ, они будут это видеть. А еще более глобально, то есть на отдаленной перспективе, это подготовка к полностью безналичной форме денег, цифровой тени. Опенбанкинг кардинально меняет мировую финансовую индустрию, говорится в докладе Национального банка. Сейчас насчитывается около сотни стран, где либо уже внедрили модель, либо она находится на стадии запуска. Системой уже пользуются Великобритания, США, Сингапур, Япония и других странах. Сегодня объем операций в мире в рамках опенбанкинг оценивается в 57 миллиардов долларов. Ожидается, что через 4 года эта сумма вырастет до 330 миллиардов, а количество операций увеличится со 102 миллиардов до 508 миллиардов единиц. Концепция не ограничивается только банковскими операциями, а расширяет свое влияние на смежные отрасли, страхование, недвижимость и торговля. И к другим темам. С начала года в Казахстане завершился срок действия единого совокупного платежа, который вносили самозанятые. В Комитете государственных доходов рассказали, что ЕСП вводился временно на 5 лет. Чтобы была возможность обращаться в медучреждение, за бесплатной медицинской помощью казахстанцам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, нужно самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социально-медицинское страхование. Примерно по 4 тысячи тенге ежемесячно. Для бизнесменов минимальная сумма социальных платежей составит свыше 17 тысяч тенге. Сюда входят обязательные пенсионные и социальные отчисления, а также взносы ОСМС. Также предпринимателям необходимо выбрать удобный режим налогообложения. Например, при наличии патента ставка налога 1%, упрощенной декларации 3% и режима розничного налога 4%. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 450 тенге 40 тинов, евро 495.98, рубль 4.98. Коллеги, когда в Казахстане все-таки внедрят открытый банкинг, как вы думаете, будете пользоваться? Обязательно, непременно. Посмотрим, насколько качественно работает приложение. Если действительно это экономит время и позволяет никуда не выходя выполнять оплаты, переводы, производить, то да, почему бы и нет. Но еще и в том случае, если не будет никаких сбоев в этой программе приложения, потому что, как правило, люди перестают пользоваться, если она не отвечает требованиям, как говорится, нас, пользователей. Поэтому надеемся, что тестовый режим, полетный, как раз таки, пилотный, и будет в нормальном рабочем состоянии. И мы останемся на этом приложении. Спасибо. С нами была Сабина Балашкина с рубрикой «Первая цифра». С 1 января началась проверка мобильных переводов всех казахстанцев. Так, в стране намерены вывести из тени деятельности предпринимателей серой бухгалтерии. Тем временем некоторые бизнесмены решили сменить стратегию и отказываются принимать безналичные платежи. За реализованный товар или оказанные услуги они требуют только наличные. и мы решили узнать мнение горожан, и как они относятся к нововведениям. Хочется по-честному жить в стране. А вот такие вот уходители от налогов, они, конечно, очень расстраивают. И понимаешь, что это такой какой-то прошлый век, 90-е, и это как минимум неудобно для меня. И особенно, когда в конце, после того, как оказали услугу, они заявляют, что нельзя будет расплатиться картой. Так вот от государства скрывать не надо. Надо все декларировать, и онлайн-оплата – это хорошо. Для любого человека оплатить где-то в магазине оплату, произвести, то есть не как вот сейчас только наличными, то есть для нас это не совсем удобно. Мы хотим так же QR-ом, как раньше оплачивали. Как законно, оно выходит, так и нужно, наверное, соблюдать. А прямо сейчас к теме о всеобщем декларировании. Телеграм-чат для разъяснения вопросов всеобщего декларирования и контроля мобильных переводов создали в Казахстане. В Мессенджере можно ознакомиться с актуальной информацией по налоговому учету. Также в региональных управлениях госдоходов создали 200 консультативных центров. А вот объем глобального рынка технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта, в области здравоохранения растет с каждым годом. К 2026-му показатель превысит 45 миллиардов долларов. И, кстати, сейчас это составляет свыше 12 миллиардов долларов. А вот что конкретно мы узнаем у нашей коллеги? Наш международный обозреватель Сандугаш Байгуаныш уже готов поделиться подробностями этого нововведения. Сандугаш, все-таки куда и в какие новшества инвесторы готовы вкладываться именно в медицине? По статистике, наибольшим спросом среди поставщиков медуслуг пользуются роботизированные протезы, экзоскелеты, кардиостимуляторы и инструменты визуализации. Сегодня это важный сегмент для инвестиций. Подробнее расскажу в сегодняшнем обзоре. Классическую систему электрокардиограммы модернизировали исследователи из Университетского колледжа Лондона. Они разработали жилет, который показывает активность сердца с высоким разрешением. Это неинвазивное и многоразовое устройство. В него встроены 256 электродов. Для сравнения, при обычном ЭКГ используется 12. Для записи активности сердца требуется всего 5 минут. За это время датчики собирают информацию, отображая 3D-модель органа. Она показывает состояние мышечной ткани, в том числе место, где находятся мертвые клетки. В сочетании с МРТ это устройство может выявить потенциальные риски развития опасных нарушений в работе органа. Новый метод ЭКГ успешно опробовали примерно на 800 пациентах. При обычном ЭКГ используются гелевые электроды. Они часто вызывают дискомфорт и раздражение кожи у пациентов. Более того, гелевые электроды предназначены для одноразового использования, после чего их приходится выбрасывать. В нашем жилете мы применяем сухие электроды без геля. Он более комфортный. Кроме того, жилет можно носить даже при нагрузочных тестах. Выявлять рак молочной железы с помощью отпечатка пальца предлагают другие исследователи, тоже из Великобритании. Метод в конечном итоге может заменить маммографию. Специалисты разработали особый тест. При наличии определенных соединений, которые выделяются с потом, возможно выявить болезнь. Так считает исследовательница Симона Франчезе, которая в течение 15 лет сотрудничала с криминалистами для сбора информации отпечатков с пальцев. Она полагает, что в будущем этот тест может стать альтернативой нынешним методам исследования, а также побудить больше людей проходить регулярные обследования. Отмечу, в 2021-м в мире рак молочной железы обогнал рак легких по количеству случаев заболевания. По данным ВОЗ, на его долю ежегодно приходится почти 12% новых случаев онкологических заболеваний. Бот содержит множество различных молекул, но нас интересуют белки и их различные уровни экспрессии. Они показывают нам, есть ли у пациента доброкачественная патология или метастатический рак. Мы используем искусственный интеллект, чтобы определить данные масс-спектрометра, системы, которая измеряет атомный вес частиц и молекул для их идентификации. Микроскопические боты из человеческих клеток. Их создали американские ученые. Размером они около 10 микрометров. В лабораторных условиях они живут до двух месяцев. Ученые поставили эксперимент, чтобы понять, способны ли микророботы перемещаться под человеческим нейроном. Для этого они создали специальные условия, в которых использовали модель поврежденной ткани живого организма. Туда в ходе исследования микроустройства успешно доставляли лекарства. Эти роботы могут строить более крупные конструкции, держась друг за друга. Раны быстрее с их помощью заживают. Преимущества использования человеческих клеток исключают нежелательные риски иммунных реакций, поскольку боты создаются из собственных клеток пациента. В будущем их можно будет использовать для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера. Существует множество потенциальных применений роботов в медицине и биоинженерии. В будущем мы сможем брать клетки человека и с помощью точно рассчитанных стимулов заставлять их принимать желаемую форму и поведение. Мы сможем вводить их обратно в организм, чтобы они выполняли терапевтические задачи, как обнаружение опухолей или патогенов, устранение налета со стенок артерий или других дефектов. Глобальный рынок технологий в области здравоохранения неуклонно растет. По оценкам экспертов, через два года показатель превысит 45 миллиардов долларов. Новые разработки на базе искусственного интеллекта и различные стартапы нацелены снизить нагрузку на врачей. Это позволит им сконцентрироваться на более сложных задачах. Однако внедрение технологии ИИ в сферу медицины влечет за собой и возможные риски. Это может быть нарушение конфиденциальности пациентов и постановка неправильного диагноза. Тем не менее, цифровая трансформация в медицине происходит, поэтому миру необходимо адаптироваться под новые условия. Коллеги, вы как? Вы за цифровую трансформацию в медицине все-таки? Да, знаешь, это было давно уже, но наряду с этим всегда, помимо цифровизации, были и старые методы, которые уже закоренились в классике. Помимо этого, сейчас еще и готовят специалистов именно в разных отраслях цифровизации. Это юриспруденция. Ну и то, о чем ты говорила, говорила только что в области медицины. Я надеюсь, что специалистов будет больше, и они будут достаточно высоко квалифицированы. Главное, во благо. Да, во благо. На здоровье. На цели. Да, спасибо. Сандуваш Байуаныш была со своей рубрикой «Контур мира». Продолжаем делиться событиями в мире. Маски не станут обязательными для жителей всех регионов Испании. Несмотря на всплеск заболеваемости ковида и гриппа в праздничный сезон, меру, выдвинутую министром здравоохранения страны, не одобрили на внеочередном заседании Совета. Ранее сразу пять регионов Испании рекомендовали жителям носить средства защиты во время посещения больниц, общественных мест и аптек. А по словам министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, заболеваемость гриппом в последние недели вызывает беспокойство из-за быстрого распространения инфекции. Испания одна из стран Европы, позже других, отменивших требования к ношению масок после пандемии. Люди использовали их в общественных транспортах до февраля прошлого года, а в медицинских центрах и аптеках также до июля прошлого года. Ну а сейчас к самолетам. Индонезийская авиакомпания Lion Air временно приостановила полеты трех самолетов Boeing 737 MAX 9. Рейсы на них не будут осуществлять впредь до дальнейшего уведомления, сообщает Министерство транспорта страны. Тем самым авиалиния предпринимает меры предосторожности и проводит полную проверку лайнеров на дефекты. Я напомню, ранее США, Европа и Турция также прекратили эксплуатацию самолетов этой модели после того, как у лайнера Alaska Airlines во время полета оторвалась часть корпуса. Тогда на борту находились 177 человек, несколько пассажиров получили травмы. Тем временем американская авиакомпания United Airlines выявила дефекты в самолетах Boeing 737 MAX 9. Специалисты обнаружили незатянутые болты на дверях во время проверки. Кроме того, неполадки с креплениями выявили как минимум на пяти панелях лайнера. Сейчас представители авиакомпании работают над их устранением. Из-за дополнительных проверок компания отменила порядка 200 рейсов. Также акции аэрокосмической корпорации Boeing упали на 9%. Об этом свидетельствуют данные предварительных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. А сейчас в Индию. К 2050 году Индия станет первой страной, где температура превысит пределы выживаемости. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства. В июне 2023 года Нью-Дели уже охватила экстремальная жара свыше 40 градусов. В городе закрылись школы, а жители начали массово скупать кондиционеры. Ученые столкнулись с парадоксом. Чем больше кондиционеров используют, тем сильнее там повышается температура. Охлаждающие систему содержат вещества, утечка которых стимулирует глобальное потепление. Согласно исследованиям европейских ученых на Индию, приходится сейчас 7% всех выбросов в мире. Недавно на климатическом саммите в Дубае индийский премьер-министр подписал документ, согласно которому государство обязалось уменьшить углеродный след в атмосфере Земли. Сейчас Индия находится на грани климатического кризиса. За 50 лет там произошло свыше 700 аномальных явлений жары, унесших жизни более 17 тысяч человек. Ну а сейчас немного о погоде на другом континенте. Европейские страны накрыл холодный антициклон. Даже в странах, привыкших к морозам, таких как Дания, произошли сбои в движении транспорта. Температура там опустилась до минус 20 градусов Цельсия. В итальянских Альпах, недалеко от границы со Швейцарией, в результате схода лавины, погибли два туриста. Снег и минусовая температура создали множество проблем для автомобилистов в Молдове. Власти Кишинева приостановили работу общественного транспорта, а также ряда государственных учреждений. В столичных школах продлили зимние каникулы из-за мороза. А вот перейти в режим повышенной готовности призывает регион и главный спасатель страны. На заседании правительства министра по ЧАЭС доложил о подготовке к паводкому периоду. Задача номер один – защитить населенные пункты, что рядом с водохранилищами. И таких в стране 321. В качестве одной из мер Сарам Шарипханов предложил даже начать переселение. Моя коллега Санья Кубжасарова сейчас на прямой связи с нами из здания правительства и готова рассказать подробности. Санья, доброе утро. Чего ждать от предстоящей весны? Санья, я выпрямую. Здравствуйте, студия ждать... Доброе утро, студия ждать, ну и тем более выжидать весны, конечно же, не стоит. Прямо сейчас нужно переходить в режим повышенной готовности. Пожалуй, это самая ключевая фраза в сегодняшнем докладе министра УЧС. Рекомендации относятся к северным и южным регионам. На сегодняшний день в пяти областях покрытость территории снегом составляет 70%. Еще в 12 регионах свыше 90%. При этом Казгидромет на ближайшие два месяца прогнозирует осадки выше нормы на 1-2% и повышение температуры выше нормы также на 1-2%. Сырм Шарпханов на заседании выступая отметил, что подготовка к паводкому периоду в самом разгаре. Уже сейчас в ведомстве определили специальную группировку сил. Это около 40 тысяч человек в полной готовности свыше 11 тысяч единиц техники. В случае паводка на старте также воинские части. К 5 февраля Казгидромет подготовит министерству предварительный прогноз погоды на весну. Исходя из него, ведомство уже скорректирует специальную группировку сил. Либо создаст резервные службы, либо оставит в диапазоне 40 тысяч человек. Скажем так, подготовка к спасательной операции, своего рода репетиция, начнется уже скоро в Бактубе. Как сказал Сырм Шарпханов, это будет совершенно новый формат штабных учений. Никаких показательных мероприятий, только практика и ничего кроме нее. Собственно сказать, к данному часу относительно подготовки к паводкому периоду у меня все. Добавлю, сегодня на заседании правительства рассматривают два вопроса. Второй вопрос это санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране. На повестке в приоритете ситуация с корью. Назову цифры. С начала года в стране уже зарегистрировали 1674 новых фактов заболевания. Однако об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Судия, у меня на этом все. Спасибо, Саня. Весна, как правило, славится паводками. Будем надеяться, что министр ПЧС и его команда справятся со всеми этими проблемами. Это была наша коллега Саня Кобжасарова из здания правительства. Мы продолжаем. В продолжении Казахстан в этом году будет председательствовать в нескольких региональных и международных организациях, в том числе в коллегии Евразийского экономической комиссии и ОДКБ. О приоритетных направлениях сотрудничества подробнее в материале наших коллег. В Евразийском экономическом союзе в этом году председательствует Армения, а вот в коллегии Евразийской экономической комиссии руководство перешло к Казахстану. В феврале новым главой коллегии станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахаджан Сагентаев. Его председательство продлится до 2028 года. Один из приоритетов Казахстана в сфере евразийской интеграции – расширение сотрудничества с третьими странами. В конце декабря было подписано знаковое соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС с Ираном. Речь идет о снижении пошлин для 90% товарных позиций из стран Союза. Мы рассчитываем, что полноформатное соглашение нам уже в короткий срок буквально позволит увеличить еще раз в два раза нашу торговлю, до 10 с лишним миллиардов долларов. По Казахстану мы видим серьезные перспективы для поставок традиционной казахстанской продукции. Прежде всего это пшеница, ячменя. Казахстан активно присутствует на иранском рынке, наращивает свою долю. По промышленности мы видим большую перспективу, конечно же, по металлам, по химической продукции. Здесь Казахстан силен и учитывая те масштабные планы, которые касаются развития инфраструктуры Ирана, там по коридору северю, конечно, эти поставки будут востребованы. В планах создание таких же свободных зон с Египтом, Индией, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В этом году Казахстану от Беларуси перешло руководство в организации договора коллективной безопасности. План председательства озвучил президент Касымжумар Токаев. О приоритетах нашей страны рассказал в Москве председатель Мажелиса парламента Ерлан Кушанов на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ в конце декабря. Это сотрудничество, наращивание сотрудничества ОДКБ с международными организациями, действующими в сфере безопасности. Это организация объединенных наций, прежде всего, Шанхайская организация сотрудничества набирает силу в этой сфере. И, конечно, Содружество независимого государства СНГ. Также он обратил внимание на такой приоритет казахстанского председательства, как наращивание миротворческого потенциала организации. Говорилось также и о продолжении работы совместных усилий в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом. Это постоянный приоритет. Как подчеркнул Хасымжумар Токаев, в начале этого года приоритеты Казахстана во внешней политике неизменны и включают взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми зарубежными партнерами и, в первую очередь, с соседями. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, 24КЗ. А сейчас в США, которая отправила роботизированный аппарат на Луну. Это первая американская миссия по посадке на спутник Земли за последние 50 лет. Ракета «Вулкан» сортовала с мыса Канаверал во Флориде и, как ожидается, приземлится на Луну 23 февраля. Это совместный проект НАСА и двух частных американских компаний. Ракету-носитель «Вулкан» проектировали в течение десятилетия. На своем борту она несет аппарат «Перегрин», разработанный частной компанией «Астроботикс». Модуль планируется использовать для исследований лунной поверхности и газовой оболочки вокруг нее. Также аппарат должен доставить коммерческий груз. Например, ритуальные капсулы с прахом землян, карты памяти с фотографиями и грузчичные машинки, а также камень Севереста. В случае удачной посадки на поверхность спутника Земли, это станет первой успешной лунной программой со времен Аполлона в 1972 году. Но это большой день. На протяжении десятилетий возникали научные вопросы, из-за которых люди, ученые в Соединенных Штатах и во всем мире жаждали вернуться на поверхность Луны, чтобы ответить на них. Мы отправили много зондов на орбиту вокруг Луны, но они наблюдают ее издалека. Это будет наш первый шанс вернуться назад и действительно провести те измерения, которые касаются поверхности Луны, и увидеть, что там на самом деле. Последние годы ускорили темпы лунной гонки. Так, китайцы с программой Чанэ совершили посадку на обратной стороне Луны в 2019-м. То же самое сделала Индия в августе 2023-го со своей Чандрайан-3 на Южном полюсе. Российская, японская и израильская миссии потерпели провал. Их аппараты разбились о поверхность спутника. Однако, японская компания iSpace решительно настроилась реабилитироваться. В конце 2024-го там запланировали еще один полет к ночному светилу. Казахстан понес первую потерю в квалификации турнира на Australian Open 2024. Тимофей Скатов, занимающий 228-ю строчку в рейтинге ATP, не сможет представить нашу страну на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. В первом круге квалификации казахстанец уступил боснийцу Дамиру Джумхуру в трех партиях со счетом 6-4, 3-6, 3-6. Ну а прямо сейчас к нашему эфиру с рубрикой Sport Live присоединяется Алишер Накипов с подробностями из мира спорта. Итак, помимо Скатова в квалификации, если не ошибаюсь, выступят еще два казахстанца Алишер. Да, Растан, вы правы. Денис Евсеев встретится с украинским теннисистом Виталием Сачком. Абиб Джукаев сыграет против аргентинца Николаса Кикера. Пожелаем удачи нашим спортсменам. Отмечу, что главная часть Астралия на Open пройдет с 14 по 28 января. В основной сетке мужского одиночного разряда Казахстан уже точно представит Александр Бублик. О подготовке к пятым всемирным играм кочевников рассказали в Министерстве туризма и спорта. Глава ведомства Ермек Маржикпаев отметил, что президент Касымжо Мартукаев в интервью газете «Егемен Казахстан» особо подчеркнул важность этого крупного спортивного события для нашей страны. Ожидается, что в рамках пятых всемирных игр кочевников республику посетят делегации из более чем ста государств мира. Уникальность игры заключается в сочетании спортивных, культурных и научных программ. В планы проведения войдут 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта. Будут разыграны 110 комплектов медалей. Соревнования пройдут по оконному спорту, национальной борьбе, стрельбе из лука, видам охоты с птицами, традиционным интеллектуальным играм. В рамках подготовки к первенству спортсмены национальных сборных команд с января с этого года примут участие в 13 международных, 39 местных учебно-тренировочных сборах, а также в 17 республиканских и 23 международных соревнованиях. До начала игр осталось меньше года. По поручению главы государства необходимо провести пятые всемирные игры кочевников на высоком уровне. Поэтому мы должны четко определить, какие меры были предприняты на сегодняшний день, какие у нас впереди задачи. В кратчайшие сроки нужно решить все оставшиеся проблемы. Подготовка к играм пока ведется по плану. Тем не менее, тренировки сборных по национальным видам спорта должны проходить на высоком уровне. Необходимо обеспечить спортсменам качественные условия и полностью решить все финансовые вопросы. В Западной Казахстанской области в Гурде-Аксай впервые проходит второй этап Кубка Казахстана среди юношей и девушек по биатлону. Среди участников соревнований около 60 юных спортсменов из шести регионов страны. В первый день биатлонисты соревновались в спринтерском забеге на дистанции 4,5 километра. Среди юниоров 2009-2010 годов не было равных Никите Дудченко из Ридера. У участвующих на пару лет младше, быстрее всех был местный воспитанник Тажибаев Арын. У девушек первая финишировала Туда Уханова, Женерки из Аксая. В другой возрастной категории лучший результат показала Жигулина София Щучинска. Сегодня юные атлеты сразятся в индивидуальной гонке. Третий этап Кубка пройдет в Павлодаре. Лучшие спортсмены в своей категории мы отправим за счет федерации на самый лучший большой лыжный биатлонный фестиваль Light Open в Норвегию. А также по итогам в конце, на финальном этапе в Астане определятся лидеры в тотале сезона, которые получат желтую майку и хрустальный глобус от федерации. А также лучшие команды ТОП-5 получат денежный сертификат от нашей федерации, на который они могут закупиться в детский инвентарь, который необходим в развитии биатлона. Стало известно, с кем сыграет Елена Рыбакина на старте турнира WTA 500 в Эдалаиде. Первая ракетка Казахстана начнет выступление сразу со второго округа и встретится с 26-летней испанкой Кристиной Бушка. Обе теннисистки начали сезон с Брисбана, но если казахстанка там выиграла, уверенно победив во всех пяти матчах за неделю, то Букша добралась лишь до второго раунда. Она оказалась сильнее бельгийки Грета Минен, но проиграла польке Магде Линнет. Сейчас испанская спортсменка находится на наивысшей для себя позиции. Она еще никогда не входила в ТОП-60 рейтинга. Для нее встреча с Рыбакиной будет большой мотивацией. Проявить себя, ведь эта игра вызовет большое внимание болельщиков со всего мира. Между тем, перед стартом в Эдалаиде лучшая казахстанская теннисистка обратилась к болельщикам. Огромное спасибо всем за поддержку, особенно казахстанским болельщикам. Всегда приятно читать ваши сообщения и видеть вас на трибунах в разных уголках мира. Сборная Казахстана по теннису объявила состав на Кубок Дэвиса 3 и 4 февраля. Национальная команда на выезде в рамках квалификации к мужскому чемпионату мира сыграет против Аргентины. Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал Александра Бублика, Дениса Евсеева, Абиба Тажукаева, Тимофея Скатова, Александра Недовесова. Игры пройдут на грунтовых куртах в городе Росарио. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи пройдут в трехсетовом формате. В одиночке у аргентинцев три игрока в топ-50, а еще трое в топ-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Как отметил Юрий Щукин, мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться. Мы не первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде. Вот таким был обзор спортивных новостей на сегодня. Коллеги, если вернуться к первой новости, к пятым всемирным играм кочевников. Мы все видим, какую работу проводит государство для подготовки к играм. Церемония открытия, если не ошибаюсь, пройдет на стадионе Астана-Арена. Стадион для этого даже закрыли на реконструкцию. Если не считать летние игры в Париже, олимпийские, то это, пожалуй, самое главное спортивное событие для Казахстана в этом году. Вопрос. А что вы ожидаете от пятых всемирных игр кочевников? Я только об этом хотела сказать, что это очень масштабно для нашей страны. Это глобальный проект, и к нему действительно нужно готовиться, чтобы не упасть в грязь лицом. Тем более, когда весь мир собирается приехать и посетить наши этно-игры. Главное, что мы ожидаем от всемирных игр кочевников, это победы нашей сборной, Алишер. Спасибо. Спасибо, Алишер. И, как уже заметили наши телезрители, с нами в студии уже присоединилась наша коллега рубрики «Культурный подъем». Алишер, с вами прощаемся, спасибо. Это были новости спорта, а прямо сейчас самое время узнать. «Культурный подъем» хочет нам обеспечить прямо с утра. Наргиз, вам спасибо. Ну и, конечно, еще раз повторим, что сейчас с нами в студии наша коллега Наргиза Токижанова, которая расскажет о спектакле, который был на днях. Об этом говорил и Томирис. Для начала я хотел бы спросить у тебя, какой из театральных жанров тебе больше всего нравится? Так, театральные жанры все хороши, абсолютно. И драма, и комедия, и... Вот сейчас не вспомню, знаю отлично, хорошо, что есть драма и комедия, была на всех спектаклях. А если про фильмы я у вас скажу, спрошу. Какие, например? Какие жанры нравятся вам? Все, кроме ужасов. Я вот не люблю фильмы ужасов. Тогда именно билет на ужасы я вам и подарю. А прямо сейчас передаю слово нашей коллеге Наргизе Токижановой. Наргиза, все-таки расскажите нам про спектакли, где вы были, какие события ждут казахстанцев на днях. На самом деле, вот буквально на выходных я побывала на интересном спектакле «Аул Хикай Алары-2». Как раз-таки в нем жанр присутствует драма. Насколько мне известно, этот жанр получил свою популярность еще в 17 веке. И сейчас он очень востребован. Драма показывает психологические аспекты, а также рассказывает о конфликтах, которые происходят у героя между самим собой и с обществом. Как раз-таки об этом я сегодня расскажу и покажу в рубрике. А пока давайте обо всем по порядку. Интересная экспозиция «Жакут», представленная в Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева в Алматы, объединила больше 60 произведений. Автором этих уникальных работ является заслуженный деятель страны Кутыкбек Жакл. Отмечу, что художник является основоположником нового направления в искусстве. Это создание рельефных произведений, выполненных с использованием меха. Да-да, такие вот оригинальные работы, они прекрасно вписываются в современный интерьер. Художник уделяет внимание разным темам, но доминирующей линией в творчестве являются сюжеты, основанные на древней мифологии кочевников. Тем временем спешу сообщить, что стартовал прием заявок на присуждение Государственной премии имени Абая. Престижный конкурс объявлен в области литературы и искусства. Свои работы могут представить не только граждане Казахстана, но и иностранцы. Премия присуждается за выдающиеся произведения, признанные особо ценным вкладом в развитие культуры Казахстана. Согласно условиям, выдвижение работ на соискание премии производится коллегиями государственных органов, творческими союзами и коллективами. Прием заявок и работ от претендентов продлится до 1 марта текущего года. С правилами участия в конкурсе и списком документов, необходимых для регистрации работ, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и информации. И наша главная тема – поговорить о былых временах, а также вспомнить о ценностях и традициях. Именно об этом вторая часть полюбившегося зрителями спектакль о сельской жизни АОЛ Хикаялара 2. Накануне в Театре драмы-комедии имени Азербайджана Мамбетова состоялась его премьера. Мы побывали там, точнее я лично сама. Давайте узнаем, как проходила подготовка к спектаклю и заодно познакомимся с его героями. Потертая одежда, старинная кровать и даже окошко, заглянув в которое, кажется, что попал в другую вселенную. Команда серьезно подошла к каждой детали. Зрителя ждут не просто истории, но и полное погружение в сельскую жизнь. Подготовка к спектаклю занимает обычно много времени и начинается она задолго до того, как его представят зрители. Я предлагаю вам сейчас вместе с нами заглянуть за кулисы. И для начала давайте отправимся в гримерную. Час, что остается у актера до выхода на сцену, драгоценен. В это время нужно собраться, настроиться и закончить грим. У каждого героя он свой. В среднем грим занимает 20 минут, но все зависит от степени сложности и роли. К примеру, сейчас гримирует Кульпаш Апай. Она играет одного из старейшин аула. Кульпаш Апай, расскажите, пожалуйста, о своей роли. История моей героини в этом спектакле непростая. Она самая старшая жительница аула. У нее есть единственный сын, который выпивает. Спустя время, благодаря молитвам, он бросает пить и приводит домой невесту. Они играют большую свадьбу. На самом деле, к каждой роли мы подходим по-особенному. Но нелегко, конечно. Характер, манера разговора, как двигаться на сцене. Все это кропотливая работа. Спектакль начинается с драматической истории супругов, где героиня Нураем теряет память. И каждый день ее супруг, в надежде, что она наконец все вспомнит, рассказывает истории, будто бы из книг. Но на самом деле это воспоминания из их совместной жизни. На самом деле, это история о верности, о супружеской верности, о любви, о большой любви. Ведь очень часто больных людей отдают в какие-то специальные учреждения или в дом престарелых. Это история о любви настоящей. Муж ее никуда не отправляет, не покидает. Он всегда рядом с ней. Он ждет эти пять минут в день, чтобы по-настоящему с ней пообщаться, как в жизни. А вот Ельнур Балмашев удостоился сыграть роль Поляка, который высоко чтит традиции и свободно говорит на казахском языке. На самом деле, этого персонажа нет в произведениях. Его придумали в процессе репетиции, делится он. Скорее всего, сложности были в том, что искать какой-то интересный образ. Всегда же перед актерами у нас стоит задача сделать человека, полноценного, который прежде всего будет не похож на тебя полностью характером, манерой, речи. И вот когда были вот эти поиски, наверное, вот этого какого-то типажности, вот этого персонажа, наверное, в этом сложность была. На подготовку спектакля ушло больше месяца. И, как говорил сам Станиславский, 75% того, что делается на репетиции, обычно не входит в спектакль. Так и получилось здесь. В спектакле играют 15 человек. Драма инсценирована по мотивам рассказов Уралхана Букея. В нее вошли целых четыре произведения. Можно заметить, как каждая из сцен пробуждает у зрителя чувства, эмоции, и он становится ее участником. История о родителях и детях, о том, как скучают родные, когда уезжают близкие, а также многие социальные проблемы, все это отражает драма. По словам режиссера, они даже провели опрос среди родных, чтобы как лучше отразить былые времена и, конечно же, напомнить о самом важном. Был спектакль «Ностальгия». Этот спектакль «Ностальгия», то есть это времена 80-х, 90-х и 2000-х. Как режиссеры мы собирали и изучали разные материалы. Помимо этого провели опрос среди близких, спрашивали у родителей о тех временах. Ведь сами понимаете, мы там не были. Что у них было интересного, какие воспоминания и так далее. То есть мы не просто создали спектакль по мотивам рассказов, а для того, чтобы зрителям было еще интереснее смотреть, мы стали соавторами, разбавляли сценарий вот такими воспоминаниями. И нам, как зрителям, есть что добавить. Спектакль действительно получился жизненным и душевным. И в завершении рубрики, конечно же, что ожидают жители столицы в январе. Зима в этом году радует количеством теплых дней. Я думаю, что горожане чаще выбираются на прогулки. «Астана Балет» предлагает зрителям насладиться сразу несколькими постановками. Уже на этой неделе можно будет посмотреть спектакль «Снежная королева» по мотивам одноименной сказки известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена. 20 января состоится концерт Тимфанического оркестра «Безумный гений романтизма». А 26 и 27 января театр представит зрителям балет «Золушка». Ну, собственно, у меня к этому все. «Снежная королева», «Золушка». Ну, прям аншлаги, я скажу, Наргиз. Самое главное – успеть посетить эти спектакли. Напомним, с 10 по 13 в театре «Астана Балет» состоится спектакль «Снежная королева» и многие другие культурные события. Это была Наргиза Токижанова в рубрике «Культурный подъем». Лунара Бегусинова и Арастан Балтин. Мы увидимся на канале 24КЗ. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!